И обсудим с нашим новым гостем обсуждение реформы высшего образования, что именно планируется изменить в высших учебных заведениях. Станет хуже или лучше, это такое гадание немножко. Я могу только руководствоваться фактами, а не предвидеть то, что будет в будущем. Если кратко, то, на мой взгляд, те цели, которые были выдвинуты полтора года назад и чуть больше, когда вообще политики, Министерство образования, правительство, СССР начали работу над изменением закона о высшей школе, они формулировались немножко по-другому. И как бы сверхзадача тогда была повысить международные рейтинги качества высшего образования Латвии, добиться, чтобы латвийские вузы, ведущие во всяком случае, попадали в более высокие места международных рейтингов. Сравнивали всегда наши показатели ЛУ, РТУ, других вузов с показателями эстонских университетов, которые всегда на международной арене считаются лучше, чем латвийские. И как бы под этим соусом была начата вот эта реформа, или, вернее сказать, изменение в законе о высшей школе. Я совершенно согласен с тем, что закон надо было улучшать и менять, потому что закон принят в 1995 году. Конечно, там какие-то косметические поправки за эти годы туда вносились. Но сама идея, сама сущность закона, ну, она немножко уже старела, то есть ее менять надо было. Ну, и если как бы под лозунгом улучшения качества это делать, то почему бы и нет? Другое дело то, что сейчас получается и то, о чем политики спорили, о чем спорило министерство с вузами, о чем спорили в течение практически всего этого осенне-зимнего сезона политики в парламенте в Сайме, потому что работа над этими поправками закона получилась намного дольше, чем в первоначальном министерстве образования это планировано. Это уже вопросы качества, на мой взгляд, как-то они забылись, ушли на какой-то дальний план. А в основном вся дискуссия, вся борьба и формулировки, которые в закон предлагаются, они сводятся не к качеству образования, они сводятся к административному процессу организации управления ваше образование. Потому что, по сути, там две главные проблемы, которые политики стараются сформулировать и внести закон. Это типология вузов, так называемая, то есть как классифицировать вузы, каким группам, по каким критериям Латвии, так, чтобы была какая-то понятная система, структура высшего образования. И вторая – это система управления вузов. Ну, в первую очередь, она касается государственных, частично тоже и частных. Это всё. То есть хватит ли изменений по этим двум темам, чтобы повысить качество высшего образования? Ну, я не знаю, я не уверен. Но как я вначале сказал, что это уже вопрос будущего, оно покажет. Давайте обсудим тогда планируемые изменения. Если я правильно понимаю, все высшие учебные заведения планируются поделить на три части. Научные. Типа. Типа. Да, типа, да, раз мы говорим о типологии, конечно, типа, спасибо. Научные, прикладные и высшие учебные заведения культуры и искусства. Да, совершенно верно. В чём проблема? По-моему, довольно логично звучит. Нет, проблемы нет, но просто эти формулировки и критерии особенно отнесения вузов к одной, второй или третьей группе, но особенно речь идёт о первой и второй, они очень-очень долго обсуждались, и то, что, может быть, вы сказали так очень просто, коротко и ясно, тем не менее, вот работа над этими критериями и формулировками, она длилась очень долго и месяцами, и я не могу сказать, что она уже завершилась, потому что до 17 марта можно подавать ещё предложение для третьего чтения, и, возможно, там ещё какие-то изменения будут. Такая типология, наверное, была нужна, потому что, в принципе, в настоящем законе, ну, критерии оценки вузов, они довольно неясные, да, и я могу понять министерства и политиков, которые решили, что нет, ну, надо чётче, потому что, в принципе, большинство латвийских вузов на данный момент по данной редакции закона могут претендовать на статус университета, название и статус университета. Ну, это является престижным, в денежном выражении, скажем так, это мало что даёт, но это, конечно, имя университета, это престижно во всём мире. В том числе и вуз, который я представляю, ТСИ, у нас предыдущие стратегии развития, которые были до 2020 года, у нас было записано как цель получить статус университета, потому что мы соответствовали и до сих пор соответствуем тем критериям, которые записаны в законе, чтобы такой статус получить. Другое дело, что как-то негласно было сказано, и в Латвии нет ни одного частного вуза, даже если они выполняют все критерии, как мы, и мы не единственные, но статус университета ни один не имеет, потому что было сказано, ну, ребята, вы же понимаете, что вы не получите статус университета, да? Почему? Просто жалко или конкуренция слишком высокая государственным вузам, а здесь уже вопрос финансирования? Ну, то есть финансовый вуз. Ну, всё вместе, да, всё, что вы сказали. Поэтому, наверное, назрела необходимость более чёткого такого формулирования. Но когда уже пошла дискуссия о тех критериях, то она действительно была намного дольше, чем планировалась. И, ну, не будем пересказывать всё, но, например, вот то, что вы сказали, первая группа, как бы ведущая группа университета науки, там один из критериев – минимальное количество студентов, не меньше четырёх тысяч студентов. Ну, и потом там научное отличие и так далее, докторские программы и так далее, и так далее. Первоначально для второй группы, для прикладных вузов, тоже был количественный критерий – не менее тысячи студентов. Но это вызвало большую проблему для нескольких государственных вузов, в первую очередь региональных вузов, как Лепайский университет, Даугавпилский университет, Витзе Месаукс-Сколы в Алмире, потому что там, к сожалению, меньше тысячи студентов. И получилось так, что государства свои же государственные вузы как-то ущемляют. Поэтому эти формулировки, как я сказал, они меняются, улучаются, видоизменяются и так далее, и так далее. Простите, а вот… Частные вузы свои цели добились. Первоначально тоже был вариант, что частные вузы выделяются в какую-то отдельную группу или подгруппу. Это нас совершенно не устраивало. Но уже какое-то время назад от этой идеи отказались. Мы являемся правильными участниками системы высшего образования и будем как бы соответствовать общим критериям для всех вузов. Простите, а вот у меня сразу вопрос. Вот если получается, что какой-то вуз не попадает ни в первую категорию, ни во вторую, то есть как будто бы они же делятся на три типа. Куда попадают, вот скажем, учебные заведения, где меньше тысячи студентов? Ну, я сказал, этот критерий, поэтому убрали. Он был. Пару месяцев назад он был. Но, конечно, те вузы, те государственные вузы, кому это создает проблему, они очень против этого возражали. И этот количественный критерий для второй группы вузов и для третьей тоже, для вузов искусства и культуры, его нет. Там есть другие, но качественные, не количественные. С нами на связи. А в законе записано переходный период в три года, чтобы все вузы могли как бы предпринять действия, чтобы попасть в ту или другую категорию. Что будет через три года, ну, уже дальше не говорится, если кто-то что-то не выполнит. С нами на связи Юрис Каннелс, ректор Института транспорта и связи. Мы обсуждаем планируемую реформу высшего образования, как изменить вузы, их типологию и так далее. А, господин Каннелс, во время нашей беседы у меня возникло несколько вопросов. Ну, говоря о различных критериях, в том числе количественных, ну, сколько должно быть студентов, чтобы вуз, во-первых, имел право на существование, во-вторых, являлся либо институтом, либо университетом. Два вопроса. Где взять этих студентов? Ну, это такой, в общем-то, общий и почти риторический вопрос, хотя есть нюансы, в том числе привлечения иностранных, в том числе на русском языке и так далее. Но главное, что я хочу спросить, учитывая вот эти количественные нормативы и одновременные разговоры о том, что высшее образование, в принципе, в 21 веке уже не такая ценность, как была лет 20, 30, 40, 50 назад, а нужно, наоборот, призывать молодежь идти не в высшие учебные заведения, а в профессиональные, то, что раньше называлось ПТУ, и получать не научную степень, а реальную профессию. Как это соотносится, два этих вектора? Во-первых, где найти студентов, это, конечно, проблема. Если мы посмотрим на статистику, то в Латвии такое количество вузов и колледжей, ну, как-то исторически так сложилось, которые пропорционально на душу населения или на 100 тысяч жителей, или на тысячу в таком количественном расчете является самым большим в мире. Ничего себе. И Дахвилат реально на первом месте в мире по количеству высших учебных заведений на пропорционально количеству населения. И это факт, и довольно с большим отрывом. Поэтому это, конечно, является определенной проблемой нахождения студентов. И, как вы уже сами сказали, то есть это решать можно во многом за счет привлечения иностранных студентов. И в ТСИ до начала ковида удельный вес иностранных студентов был 25% и больше. Ну, во время ковида нам удалось сохранить тех студентов и местных иностранных, которые у нас были. Они учатся, и они приняли как бы ситуацию, учатся в удаленном режиме. Но в прошлом году прием новых иностранных студентов, их физический приезд сюда в Латвию, конечно, был сильно ограничен для нас и для всех. Поэтому, ну, проблема, да, количественная проблема, она является такой острой. А второй вопрос, то, что вы сказали, что выбрать в жизни. Ну, я думаю, что такая проблема была всегда, и была и в 19 веке, и в начале 20-го. Куда идти? Идти шахтером или получать образование, выйти на новый социальный уровень, как бы на новые возможности жизни. Ну, то же самое. Вы можете получить профессию, работать и получать, может быть, быстрые и большие деньги сегодня. Но если вы думаете о своем будущем, если вы хотите расти, если вы хотите что-то в жизни добиться, каких-то ведущих позиций, ну, то вы рано или поздно поймете, что вам нужно для этого образование, что вам нужно получать больше кругозор, вам нужно получать больше умений, компетенций, чтобы не только работать руками сегодня, но и быть способным работать головой завтра. Вот мы как-то опустили вторую часть реформы, как раз-таки административное управление. Вот насколько, по-вашему, эти попытки, вот, я понимаю, создания нового института управления Совета Университета соответствуют, ну, вот, желаниям самих высших учебных заведений? Не является ли это попыткой государства большего, ну, вот, контроля за вузами? Ну, несомненно, является, и поэтому об этом вопросе споров было даже больше, они продолжаются, они не завершены даже после второго чтения, и если почитать вот сообщения в ЛЭТе, в интернет-порталах, и высказывания политиков после второго чтения, то они прямо говорят, что еще и во время третьего чтения дискуссии о формировании Советов, об их статусе, о их месте в общей иерархии вуза будут продолжаться. Здесь я хочу отметить, что здесь частные вузы, которые тоже я представляю, они меньше участвуют в этой дискуссии, потому что у нас уже есть Советы, так как мы работаем по принципу коммерческого предприятия и в соответствии с коммерческим законом, то у нас есть учредитель, Совет акционеров, и есть Совет, учрежденный учредителем. Да, то, что предусматривается сейчас в законе для вузов, тоже имеет название Совет, но функции немножко другие, но учитывая то, что все-таки в частных вузах своя специфика, уже такие институции существуют, то и в проекте закона записано, что частный вуз или учредитель частного вуза может решить, создавать Совет или не создавать. И если Совет, это необязательное требование для нас, и если Совет не будет создаваться в соответствии с законом, то его функции выполняет собрание учредителей. А государственные вузы, конечно, очень-очень... Здесь их деятельность, их интересы очень сильно здесь задеты, и, как я сказал, эта дискуссия не завершена. Совет... Да, я продолжу мысль. Совет действительно, в отличие от частных вузов, Совет вузов будет обязателен для государственных высших учебных заведений, и планируется, что часть членов этого Совета должен выдвигать Совет самого вуза, вторую часть – Кабинет министров, и обязательный представитель, которого будет номинировать аж президент. Ну да, вопрос не закрыт о представительстве студентов, потому что было много вариантов. Был какой-то вариант, где и представители студентов являлись тоже членами Совета. Потом это как-то пропало, изменилось. Ну и так далее. Поэтому я сказал, этот вопрос не решен, и не решено, как этот Совет, где будет его место и роль в отношении к тем уже традиционно существующим органам управления вуза, как Конститутное собрание, Сенат, Третьейский суд, ректор и так далее. Спасибо огромное, господин Каннелс, за то, что уделили нам время и немножко просветили, объяснили суть грядущей реформы. Мы обсуждали преобразование в высших учебных заведениях, то, что планируется изменить в ближайшее время с ректором Института транспорта и связи Юрисом Каннелсом. Интересный факт прозвучал во время нашего обсуждения найти студентов новых в Латвии проблем, потому что все уже учатся. Оказывается, Латвия на первом месте в мире по количеству вузов на 100 тысяч населения. Да, на душу населения. Мы должны быть все умнее всех. Да. Спасибо большое. Спасибо, Юрий, всего доброго. Здоровья всем, счастья и удачи. Спасибо, Иван, тоже. До свидания. До свидания. Ну, а мы совсем скоро продолжим новостями на радио «Болтком», а после чего ещё один час утра на «Болткоме». Ультра на «Болтком».